Библейский портал экзегет.ру представляет 56-й псалом. Наша лекция, как и другие, записывается студией портала экзегет и размещаются видеозаписи на портале Срединского монастыря и на портале экзегет.ру. Псалом 56-й, как и предшествующий 55-й, выражает уверенность во время опасности. Во время опасности связаны также с нападением врагов. Оба псалма имеют много общего в своей структуре, в опыте, который они описывают, и в богословских идеях. При этом некоторые есть отличия в ключевых терминах. Например, важное и часто используемое в 55-м псалме слово «доверие» не встречаются в 56-м. Напротив, «милость» и «истина» — слова являются центральными для 56-го псалма, но они не встречаются в 55-м псалме. В то же время эти понятия в совокупности доверие, милость и истина невидимым образом объединяют по смыслу оба текста. Это говорит о том, что один и тот же религиозный опыт может быть выражен разным набором ключевых понятий. Богословие не может быть ограничено набором типовых слов. Как часто это можно услышать на исповеди, «согрешил делом словом и помышлением» и вообще, как правильно мне, батюшка, обозначить этот грех? Понятия имеют свойство со временем менять свое значение. Язык живой, он трансформируется, меняется, находится в динамике. Слова и выражения, ключевые понятия приходят и уходят из разговорного языка. А опыт встречи с Богом остается, и каждый раз эта встреча находит свои способы выражения в зависимости от словарного запаса говорящего. В надписании сказано, что данное писание, псалом, принадлежит Давиду и связано с преследованием царя Саула. Действительно, однажды Давид прятался от Саула в Аддаламской пещере к юго-западу от Иерусалима. А позже он находился в пещере около Эйнгеди, в пустыне с видом на Мертвое море. И вот во второй раз, когда Саул вошел в эту придорожную пещеру в Эйнгеди, справить нужду, прятавшийся там Давид, мог легко его убить. Однако он не сделал этого, сказав, «Не подниму руки моей на Господина моего, ибо Он, то есть Саул, помазание Господа». Победа над самим собой, уверенность в Господе и радость по поводу избавления вполне могли быть мотивом для такого псалма, как 55-й. Слова «не погуби» встречаются в заголовках и других псалмов. Смысл далеко не ясен. Некоторые считают, что это может быть связано с какой-то мелодией. Святитель Григорий Низкий, а за ним и Ефимий Зигабен, полагали, что «не погуби», сказал себе Давид, «чем укротил свой гнев и не умертвил Саула». По жанру данный псалом сочетает в себе плащ и благодарность. Содержание псалма такое. После просьбы о помощи псалом продолжается песней похвалы и благодарения. Для некоторых исследователей это свидетельствует о том, что дошедший до нас текст состоит из двух первоначально отдельных стихотворений. В частности, стихи 7-й и 11-й выглядят очень похожими на 107-й псалом. Другие отмечают, что резкое изменение настроения от мольбы во время опасности до провозглашения благодарности может быть связано с переходом от ночной молитвы к дневной. В частности, 7-й стих имеет ссылку на рассвет, а значит, ночь была проведена в молитве. Так или иначе, две части псалма, ввод раздел 7-й, 8-й стих, тесно связаны между собой. Итак, особенностью данного псалма является его продуманная структура. Стихи 2-й и 5-й ведут к рефрену в стихе 6-м, стихи 7-й и 11-й ведут к рефрену в стихе 12-м. В первой части мысль переходит от Бога к тем, кто угрожает псалмопевцу. Во второй части мысль переходит от тех, кто угрожает псалмопевцу, обратно к Богу, чья стойкая любовь и верность прославляется в 4-м и 11-м стихах. Вместе с фрагментами из 59-го псалма стихи 8-й тире 12-й снова появляются в псалтыре в составе 107-го псалма. Как мы видим, тексты псалмов, они имеют свойство повторяться в той или иной вариации в разных местах псалтыри. Рассмотрим более детально стих за стихом содержания данного псалма. Стих 2. Псалом начинается с просьбы «Помилуй меня, Боже, помилуй меня». После этой произнесенной дважды просьбы о помиловании кажется, уже нет необходимости просить чего-то большего. Бог знает о нужде автора псалма. Псалмопевец знает, что природа Бога заключается в том, чтобы проявлять милосердие в ответ на молитвы его народа. После того, как автор псалма озвучил свою просьбу, по идее он мог бы успокоиться, предоставив дело в руки Божие. Стихи 2. 4. «Ибо в тебе убежище» указывает на причину, по которой псалмопевец просит милости от Бога. Дело не в том, заслуживает ли он милости или нет. Обращение «Помилуй меня, Боже», основано на уверенности в тебе. «По имени Всевышний Бог был известен Аврааму». Псалмопевец призывает Бога тем же именем. Давид уверен, что может рассчитывать на любовь Божию и его верность. Стихи 5. 7. Все это не значит игнорировать активность врагов. Данные стихи, 5-7, ярко изображают реальную опасность. Псалмопевец окружен хищными зверями. Он находится среди дышащих пламенем львов, у которых зубья – копья и стрелы – оружие смерти, а языки – острые мечи, убивающие ложью и клеветой. Но при этом он не отчаивается. «Будь превознесен выше небес Божи». Это способ емко выразить всю гамму чувств. «Пусть справедливость твоя будет восстановлена, пусть возобладают праведники, потому что в них ты возвышен и прославлен». Описание врагов постепенно меняется с образа диких животных на умных охотников, которые ловят свою добычу путем хитрости и обмана. Этому соответствуют образы сети и ямы. Сетей и ямы. Автор псалма осознается, что в виде расставленной ловушки душа его уже стала унывать. Однако злоумышленники были пойманы в собственной ловушке. Они вырыли яму на его пути, но сами в нее попались. Стихи 8-12. Опасность угрожала псалмопевцу, но он пребывал в тени Божьих крыльев, не теряя надежды на спасение. Точно так же и апостол Павел с силой, находясь в тюрьме в Филиппах около полуночи, молились, воспевая Бога. Когда беда миновала, псалмопевец воскликнул, «Боже, мое сердце непоколебимо!» Для усиления акцента слова «готово сердце мое» повторяются дважды. Выражение «воспрянь слава моя» нередко интерпретируется как «проснись, душа моя». В таком случае слово «душа» сглаживает смысл еврейского слова «кавод», «слава», «репутация». Для древнего еврея «воспрянь слава моя» могло означать пробуждение самых глубоких чувств, пробуждение себя, кликующей по хвале. «Проснитесь, псалтырь и госли, я встану рано на рассвете». «Буду славить тебя, Господи, между народами» — 10 стих. Такое ликование должно иметь особую причину. Хотя упоминания о народах и племенах в 10 стихе более уместны на устах царя, празднующего свое освобождение от иностранных завоевателей, в данном контексте впечатления псалмопевца от пережитого видимо были настолько глубокими, что он посчитал необходимым поделиться ими со всем миром. Псалмопевец воспевает Господа среди племен, потому что он верит в Бога и не сомневается, что Бог пошлет свою милость и истину. Его великая любовь достигает небес. «Будь превознесен выше небес Божий, и над всей землей добудет слава Твоя». Эти слова составляют припев «Середину и конец» — эпилог 56-го псалма. Выводы. Обращение к Богу со словами Всевышний — это указание на его статус. Бог во всех отношениях выше человека. И этот статус не зависит от того, сколько добрых дел Господь сделал для людей. Он не связывал себя обязательствами исполнять прихоти людей. Бог по своему статусу — прежде всего творец Вселенной. Упоминание о небе и земле в последнем стихе псалма напоминает нам о вступительных словах великого гимна творения в книге Бытия. «В начале Бог сотворил небо и землю». Это богословие творения, пролог Иоанна Богослова, связывает со словом, ставшим плотью в Иисусе Христе. Цитирую. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, все, чье из него начало быть, и без него ничего не начало быть, что начало быть». Знакомый вы наверняка с посланием Иакова, Новый Завет. И там он много размышляет о том, каков маленький член в наших устах под названием язык, и сколько зла он может принести. Как Иаков пишет, «Одними и теми же устами мы прославляем Бога и проклинаем ближнего». Вот в этом псалме язык сравнивается с мечом. Обратите внимание, как часто в псалмах коварство и ложь связываются с языком. И разрушение общества, и ковы, и разные строения. Все это проблемы общения людей, проблемы того, как мы с друг с другом разговариваем. Итак, не обмани, не лжесвидетельствуй, а вот почитай, то есть говори что-то хорошее в адрес отца и матери. Эти категории, которые порой, бывает, выпадают из поля зрения нашего современного рядового прихожанина или прихожанки, являются, как ни парадоксально, ключевой для автора псалмов, по которому вообще все, что связано с страданиями его, с тем интриганством, который ведет в конечном итоге и к физическому противопостоянию, является источником зла. Источником зла. Ведь и сатана, ведь он обольстил в слове. Он не применял какие-то наручники для Евы и для Адама, не пихал их какой-то палкой, где его познание добра и зла. Он словом их обольстил. Вот, конечно, идя на исповедь и размышляя о том, в чем мы согрешили, нам хорошо бы задуматься и вообще обращать внимание на то, как мы говорим. Не получается ли так, что наши собственные уста тоже хитрят, если уж не каждую неделю, то каждый месяц, а по себе знаю каждый день. увечу господин. Спасибо. Продолжение следует...